Минуты полторы все происходит по указанию главного судей конкурса генерала-майора Романа Бинякова. Итак, внимание, друзья, ну что ж, это танковый биатлон, это индивидуальная гонка, 22 команды, в каждой по три экипажа, друзья мои. Вот такой огромный, обширный конкурс в этом году, стран становится все больше и больше. И внимание, вы сейчас наблюдаете как раз-таки именно то, что сейчас происходит на судейской площадке. Генерал-майор Биняков, главный судья конкурса, дает команду на старт команде Республики Уганды и вперед Уганда. Ну что ж, пожелаем удачи экипажу из Уганды и посмотрим, что продемонстрируют нам сегодня представители Уганды. Итак, сразу же отправляется на первый участок, это маневрирование, змейка, но хотел бы напомнить, что первый экипаж Уганды уже был дисквалифицирован, к сожалению, для всех болельщиков из Уганды. Ну что ж, давайте все же повалим и подарим свои эмоции, свои аплодисменты этому экипажу. Я думаю, что все ошибки были учтены предыдущего заезда предыдущего экипажа и этот заезд будет более результативным. Итак, внимание, проходит сейчас участок маневрирования, змейка справляется с этим препятствием, неплохо выходит на участок загрузки боеприпасов. Да, первый участок, как мы все уже помним и знаем, это боевая стрельба по мишеням номер, мишеням, трём мишеням номер 12. Три мишени на дальности 1600, 1700 и 1800 метров. Мишени митирует танк противника, стрельба ведется штатным снарядом. Три снаряда дается, три снаряда на то, чтобы поразить мишени. Как раз-таки сейчас осуществляется загрузка, весь экипаж должен выйти из танка, посмотреть механик-водитель. Задерживаться немного сложнее всего выбраться из танка. Оозначает построение и начинает слаженными действиями загружать боеприпас. Каждый боеприпас 16 килограммов, механик-водитель подает наводчику, командиру танка, командиру наводчику и осуществляется загрузка боеприпасов для выполнения первой огневой задачи. Мишени будут подниматься поочередно, последовательно за непоражение одной мишени, любой мишени, будь это мишень номер 12, либо на следующем участке стрельбы мишень номер 25, на третьем участке стрельбы это мишень номер 9, за любое промах, непопадание во мишени команда получает штрафной круг. Штрафной круг у нас 500 метров, два штрафных круга оборудованы на трассе танкового биатлона. Итак, произошла загрузка боеприпасов. Сейчас вы видите, что экипаж отправляется обратно в танк, заводит его механик-водитель. И после доклада командирам танка на судейскую вышку о том, что танк с загруженной боеприпасой заряжен, отправляются на участок для ведения огня, для выполнения непосредственно самой уже первой огневой задачи. Три штатных боеприпаса, три мишени, танк зеленого цвета, ну и, конечно же, мишени зеленого цвета. Итак, подана команда уже сейчас для поднятия мишени. Отправляется команда из воли Казахстана вперед на индивидуальную гонку! Поддерживают аплодисментами болельщики. Весь Казахстан переживает, волнуется за свою страну, за свой экипаж. Это уже второй экипаж, участвующий в танковом биатлоне в индивидуальной гонке от Казахстана. Ну что ж, посмотрим, что получится на этот раз. Сильная команда. Казахстан первый экипаж пока в четверке лидера, в 24 минуты 42 секунды показали. Итак, внимание, зеленая мишень уже в поле и команда Уганды готова ввести, по всей видимости, огонь. Но после того, как будет доклад, после того и начнется ведение боевой стрельбы. Итак, есть первый выстрел! Есть попадание, но результат работы тренера налицо. Вы посмотрите, как здорово справляется с первой мишенью сейчас команда Республики Уганда. В это же время представители Казахстана ведут загрузку боеприпасов, а мы возвращаемся к боевой стрельбе Республики Уганда. Мандертанка лейтенанта Уолла Денис Пойя. Вторая мишень в поле, первый снаряд в цель. Итак, подъедет команда сейчас на экранах. Вы видите, судей и тренер команды Уганда в радиоэфире на связи со своим экипажем, со своим командиром. Танковыстрел! Промах, друзья мои, это промах мимо. Это говорит о том, что будет уже как минимум один штрафной круг. Итак, синий танк завершил загрузку боеприпасов. Казахстан выходит на линию огня. Внимание, сейчас, по всей видимости, мы будем наблюдать и зеленую, и синюю мишени на экранах. Но пока возвращаемся к работе Республики Уганда. Уганда, зеленая мишень на экране. Третий выстрел! Мимо, 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 к сожалению, мимо для всех болельщиков Уганды. Отбирается сейчас команда Уганды на два штрафных круга. А вот Казахстан, первый выстрел! Есть попадание! Правый нижний угол. Четко видно. Четко видно, как поражена мишень сейчас. Итак, внимание, второй выстрел. Синяя мишень в поле. Дальность 1700 метров. Итак, внимание. Казахстан сейчас весь замер в ожидании работы своего экипажа. Ну что ж, идет пояс мишени и выстрел. Есть попадание! И вновь правый нижний угол. Вы посмотрите, как четко работает экипаж. А вот и болельщики Казахстана аплодируют, поддерживают свою команду. Итак, внимание. Третья мишень. Третий снаряд остался. Так, внимание. Третий выстрел. Есть поражение. Есть попадание по мишени. Четко виден. Видна пробоина. Три попадания. И, конечно же, ни одного штрафного круга. Китайская Народная Республика отправляется на трассу индивидуальной гонки танкового биатлона. Второй экипаж Китая сейчас на трассе. Давайте вернемся в предыдущие заезды. Первый экипаж Китайской Народной Республики уже участвовал. И показал пока второе время. 21 минута ровно. Ну что ж, довольно-таки осторожно, но в то же время смело и быстро. Механик-водитель команды Китая. Проходит первый участок. Это участок маневрирования. Давайте посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас в повторе боевую стрельбу. Итак, друзья, ну что ж, сейчас докладывает полевой арбитр о том, что красный танк команды Китайской Народной Республики задевает все же один столб при преодолении змейки первого участка маневрирования. Кстати, друзья мои, это первое нарушение порядка преодоления маневрирования. Не ошибаюсь, да, первое единственное пока. Ну что ж, немного, наверное, не справился с волнением. Поторопился механик-водитель команды Китая. Ну и вот уже идет загрузка боеприпасов. После введения боевой стрельбы команда отправится по живности на ближайшую штрафную площадку, где будет выполнять форматив номер один контрольный осмотр машины. Итак, какими быстрыми, ловкими и четкими действиями представители Китайской Народной Республики загружают боеприпасы. Итак, докладывает сейчас эфир, что готовы будут выдвигаться для введения стрельбы. В это же время синяя танка уже преодолевает следующие препятствия. Итак, красная мишень в поле. И команда Китая, второй экипаж на участке для введения огня. Докладывает, что готов ввести огонь по 12-й мишени. Первая на бюджет 1700 метров. Давайте посмотрим внимательно выстрел. Есть попадание. Есть попадание. Четко сработал экипаж. Ну что, что-то сказать. Только молодцы, похвались. Подготовленный экипаж. Безусловно, одни из сильнейших гуляторов танкового биатлона. И есть попадание. Вы посмотрите, как четко ведет стрельбу команда Китая. Ну что ж, блестяще. Третье мишень. Внимание. Выстрел. Есть попадание. Три мишени. Три цели поражены. Не будет штрафных кругов. Но есть уже одна штрафная площадка. Команда Республики Казахстан проносятся сейчас мимо трибуны. Подходит к колейному мосту. Ну что ж, механик-водитель, опытнейший механик. Казахский старший сержант Думан Бейджанов. Хорошо работает. Хорошо справляется со своей задачей. А команда Китая отправляется в дальнейшее движение по трассе танкового биатлона. И вот сейчас повторит. Давайте посмотрим. Боевую стрельбу по мишеням 12-м командой Китая. И в это же время стартует желтый танк. Команда государства Кувейдь. Вперед. Вперед Кувейдь к лучшим результатам. Так, ну на экранах команда Китайской Народной Республики. Скорость набирает 62 км в час. Так, проходит сейчас команда государства Кувейдь. Участок маневрирования. Как раз таки тот самый участок, на котором механик-водитель команды Китайской Народной Республики допустил ошибку. И заработал своей команде штрафную площадку. Китай-бро проходит. Сейчас выходит на противоволожный берег. Хорошо, хорошо. Прошли волосы. И так, теперь остается лишь только три препятствия и следующую группу. А на следующую группу уже придется выполнять следующую задачу. Боевая стрела по 25-й мишени из зенитного пулемета. И так, команда Китая подходит сейчас к Кургану. Высота 7 метров Кургана. И, казалось бы, несложное препятствие. Но, как вы видели в предыдущем заезде, команда Ангола допустила ошибку. Команда Казахстана на экранах сейчас Искар проходит. Ну что ж, прекрасно. Методика прохождения демонстрирует нам механик-водитель. Немного забавляет скорость до 5 км в час. И уверенно взбирается на Искар высотой 90 сантиметров. Команда Китайской Народной Республики выполняет норматив номер один. Контрольный осмотр машины. Вот и как раз-таки эта штрафная площадка завершает и начинает дальнейшее движение. В повторе давайте посмотрим. И вот он, вот он был как раз-таки тот самый зацеп ограничительного столба. Да, небольшая ошибка. И вроде бы уже прошел, казалось бы, этот проход. Вместе с двумя столбами. Но тем не менее, но тем не менее задел ограничительный столб. Ну что ж, это соревнования. Безусловно, мировые тем более соревнования. И здесь, возможно, всякое. Да, и даже такие, казалось бы, нелепые, но ошибки. Итак, дорогие друзья, ну что ж, мы продолжаем трансляцию. Казахстан сейчас на РГЖ уже загрузки боеприпасов следующего. Участка ведения боевой стрельбы. Это огневая задача, вторая стрельба из зенитного пулемета. Утес по 25-й мишени. Вертолет дальность 900 метров. Мишень синего цвета. Стрельбу ведет командир танка Ермахан Кудыберген. Итак, внимание на экраны. В это же время же команда Государства Кувейт готова вести стрельбу по 12-м мишеням. Так, внимание. Сейчас Казахстан на экранах. Казахстан на экранах и будет вести стрельбу. Командир танка ведет стрельбу. Сейчас прекрасно видно на экранах. Стракончит, уйтиос. Мы видим, пока летят снаряды немного ниже, попадая в землю, попадая в поле, немного выше, все же нужно брать, и прицеливание, поточнее, поточнее, нужно вести прицеливание по 25-й мишени пока не удается. Нет попадания по вертолету. Опускается мишень. Это говорит о том, что будет один штрафной круг. Ну а в это время как раз-таки команда Китайской Народной Республики выходит на второй круг. Впереди стрельба из зенитного пулемета по вертолету. Проходит колейный мост без нарушения порядка преодоления препятствий. На экранах сейчас Кувейт. Давайте посмотрим на результативность введения боевой стрельбы по 12-й мишени команды Кувейта. Неплакая была работа, продемонстрирована первым экипажем. Выстрел! Недолет! Недолет, друзья, и вновь рикошетом. Рикошетом сносит фактически мишень, но снаряд до мишени не долетает. Грусьвер дальше уже отскакивает по мишени, разнося ее в щепку. Два штрафных круга уже заработала в себе команда Государства Кувейт. Третья мишень поднята, мишень в поле. Остается лишь только ее поразить. Это последняя команда, которая в этом заезде выполняет первую огневую задачу команды Государства Кувейт. Итак, внимание! Прицеливание. Мишень на дальности 1600 метров. Выстрел! Есть попадание, справляется все же команда. Пусть единственная, но, тем не менее, мишень поражена. Два круга зарабатывает Кувейт, 500 метров каждый. Итого лишний километр придется преодолеть. Дистанция индивидуальной гонки, друзья мои, один круг 4 километра 100 метров. Посчитайте, пожалуйста, что лишний километр – это какое огромное время в отставании. Красный такт на эскарпе. Итак, механик-водитель хорошо справляется с эскарпом. Несмотря на допущенную ошибку на змейке, уже пытается всячески реабилитироваться и продемонстрировать весь свой профессионализм. Это сержант Цай Хайян, 25 лет, молодой механик-водитель, 7 лет в вооруженных силах Китайской Датной Республики. Увлекается помимо службы, все-таки еще и вождением участвует в различных гонках Китая. Ну что ж, посмотрим, что продемонстрирует он нам здесь, на болиде под названием «Танк Тайп 96». Итак, останавливается на втором участке выполнения второй огневой задачи. Посмотрите, как скоро выскакивают из танка представители Китая. Просто невероятно, молниеносно, за секунду и все уже стоят. И все уже стоят и готовы загружать боеприпасы. Поднимается красная мишень. Поднимается красная мишень, я слышу, что докладывает. Да, вот и видно нам сейчас как раз-таки ее на экранах. Докладывает сейчас команда Китая о том, что готовы вести огонь. Есть попадание с первой секунды фактически. Браво работает фаер, ликует трибуны, ликует весь Китай. Ликует вся Китайская Народная Республика. Вы посмотрите, вы посмотрите, фактически прямо-таки не просто дымом фаер разорился, а прямо-таки салютом каким-то. Да, вот такой вот прекрасный результат нам показывает команда Китая в этом седьмом заезде. Ну, безусловно, хорошую планку задал первый экипаж Китайской Народной Республики, второй стремится всячески опередить его даже и в команде. Здесь, конечно же, есть своя борьба. Каждый экипаж хочет стать лучшим. Все мы помним, что очень ценные и дорогие подарки приготовлены для победителей индивидуальной гонки. Итак, в повторе сейчас была боевая стриба команды Китая. Давайте посмотрим, скорость набирает сейчас тайм 96. Уже 61 километр в час, но не старается выжимать все из своего танка китайский механик-водитель. Но, тем не менее, вы посмотрите, уже 67. Я не успел сказать о том, что не будет он давить на полную, как уже 68 километров в час. Это же время штрафной круг один за одним проходит команда государства Кувей. Два штрафных круга получила, а Казахстан завершает второй круг индивидуальной гонки танкового пиатлона. Это второй экипаж. Друзья мои, поприветствую, право аплодисментов, представители Казахстана. Молодцы пока, все получается. Единственное, конечно, не получилось с 25-й в мишени, но посмотрим, что продемонстрирует нам наводчик-оператор. При работе с мишенью номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Итак, выходит со штрафной дистанции сейчас команда Кувейта. Завершили проходить в повторе. Мы сейчас наблюдаем с вами зеленый танк, команда Уганды. Занесло и немного не справился с управлением. Сбил таки стул. В районе штрафного круга. Не справился с управлением, но хорошо, что все пошло так хорошо. Итак, продолжает свое молниеносное. Подобно пуле. Преодоление трассы единальной гонки команды Китая. И Казахстан в коем случае не остается. Хорошо выступает. 15 минут уже на трассе. Китай 12 минут. Проходит сейчас китайская команда Курган. Семиметровое препятствие, которое не создает проблем китайской команде второму экипажу. И на глубоком повороте сейчас проходит его и будут завершать второй круг. Огненная полоса. Впереди противогранковая ровка. И, конечно же, переход к работе на третьем круге и выполнение третьей огневой задачи. На экране команда государства Кувейт. После завершения преодоления двух штрафных кругов, после непопадания по двум двенадцатым мишеням, сейчас также преодолевает Курган. Аккуратно, осторожно работает сейчас механик-водитель Кувейта, старший унтер-офицер Хусейн Али Хусейн. А красный танк выходит на финишную прямую второго круга. Впереди третий. Остается поприветствующаясь китайскую команду. Итак, ну что ж, вот, паранойцы сейчас мимо Кургана Славы. Танк красного цвета, представитель китайской народной республики. Ну что ж, хорошее выступление, безусловно. Она одна из сильнейших команд танкового биатлона. И каждый год демонстрирует нам супер-супер серьезный и хороший результат. Да, друзья мои, и так уж сложилась судьба, так уж распорядилась ее величество жеребьевка. Как и в финале 2017 года, вновь на трассе команда Казахстана и команда Китая. Китайская народная республика. Всем вам помню, что в финале 2017 года команда Китая все же уступила в серьезнейшей борьбе команде Казахстана, которая заняла второе место. Команда Китайской народной республики заняла третье место в финале биатлона 2017 года. Ну а четвертое заняла команда Республики Беларусь. Победители армейских взрывных игр команда Российской Федерации. Итак, зеленый танк, белый флаг. Болевой арбитр. Это нам говорит о том, что готова команда и ведется сейчас боевую стрельбу из зенитного пулемета по 25-й мишени. Но пока, пока все же видно на экране, говорит нам о том, что есть попадание или нет. Нет, друзья, я беру свои слова обратно. Это был поднят от выстрела и попадания в землю. Небольшое количество пыли, по всей видимости, и показалось, что было задымление. Но нет, 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 еще расскажу, пока явного попадания не было. Продолжает вести боевую стрельбу. Танк зеленого цвета и все, заканчивая стрельбу, не удается поразить вертолет. Зеленый танк зарабатывает штрафной круг, не поразив 25-ю мишень. Итого это третий будет штрафной круг в индивидуальной гонке для второго экипажа Уганды. Итак, внимание, команда Казахстана готовится вести боевую стрельбу по синей мишени. Ручной противотанковый гранатомет. Итак, внимание. Вишень синего цвета, дальность до нее 700 метров. Ниже берет сейчас наводчик-оператор. Попадает блестяще. Браво, все достаточно, все достаточно, остается отстрелять в небо. Фактически есть попадание, но молодцы. Браво, еще раз браво, наводчик-оператор. Яросыл Жомагулов, 25 лет, наводчик-оператор команды Республики Казахстан. Прекрасно справил свои задачи, за что сейчас аплодирует ему вся, наверное, страна. Весь Казахстан, прильнов к экранам своих компьютеров, своих ноутбуков, потому что в прямом эфире можно же, конечно же, посмотреть прямо сейчас заезды танкового биатлона на просторах интернета. Итак, на скоростном участке, друзья мои, синий танк набирает максимальную скорость. Представители из улики Казахстана выходят на фактически совершающие этапы индивидуальной гонки для себя. И посмотрите, синий набирает какую скорость, обгоняя при этом зеленый танк. Ох, блестящий. Вот это гонка, причем на двух одинаковых болидах. Танки Т-72Б3 сейчас, конечно же, здесь в первую очередь мы должны говорить о опыте и умении механика-водителя. Обгоняет казахский механик-водитель. А на экранах красная мишень для команды Китайской Народной Республики. Мишень номер 9 РПГ. Дальность до нее 700 метров. Стрельба ведется из пулемета, калибр 7,62 миллиметров. Штрафной круг. Штрафной круг красный. Танк Китайской Народной Республики не попадает по 9-й мишенью. Вот так-то, друзья мои. А как хорошо, казалось бы, шли, как замечательно шли. Но, тем не менее, заработали себе и одну штрафную площадку. И заработали себе уже прямо сейчас штрафную кругу, которая отправляет их главный судья соревнования сразу же после завершения работы по 9-й мишени. Хотя, в принципе, ты и работы не назовешь, потому что нет результата, нет и работы. Синий танк на экранах, друзья мои, сейчас подходит в рот. Посмотрите, как хорошо и прекрасно входит он в него. Выходит на противоположный берег. Механик-водитель. Ну, браво. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно справляется со всеми препятствиями. Пока ни одного, если не сглазить бы, но, тем не менее, ни одного нарушения порядка преодоления препятствий. Знает трассу, помнит трассу. Тренированный экипаж. И действительно очень собранный экипаж. Управляет командир танка. Старший лейтенант Ермахан Кудайберген. Молодой. Вы только задумайтесь. Здесь 22 года и уже такое действительно уникальное умение в управлении своим подразделением, что и демонстрирует нам весь экипаж. Второй экипаж Республики Казахстан. Глубокий поворот. Ох, друзья мои, об это время. Желтый танк. Давайте посмотрим. Поразил мишень номер 25. Это государство Кувей. Друзья мои, ну, блестящие бравые аплодисменты. Было попадание по 25-й мишени. И пока было два штрафных круга за непопадание по 12-м мишени. Итак, друзья мои, на скоростном участке красный танк. Друзья мои, сейчас идет здесь, в студийской площадке, какое-то разъяснение, какая-то проблема была в последовательности с мишенью. Нет точности в вопросе попадания по 25-й мишени государства Кувейт. Во всей видимости, была какая-то техническая неполадка. И фаер сработал при подъеме. Ну что ж, вернемся к этому вопросу мы немного позже. При подъеме сработал фаер. Было ли попадание? Нет, пока попадания не было. Поэтому рано порадовались, рано возрадовались. Вы знаете, после каждого заезда, как судейская коллегия выдвигается ко всем мишеням, осматривает их, фотографирует обязательно на судейском заседании, которое проходит после завершения всех заездов. А во всем оговаривается. Друзья мои, ну а в это время команда Казахстана финишировала. Команда Казахстана финишировала. Давайте поаплодируем все дружно этому замечательному экипажу, этой прекрасно подготовленной команде. И, конечно же, низкий поклон тренерскому составу. Старшим и главе делегации команды Республики Казахстан. Командирам подразделений, тем, кто непосредственно занимается учебой, занимается боевой подготовкой со своими военнослужащими, с командиром танка, наводчиком, оператором, механиком, водителем, которые представлены были во втором экипаже. Итак, внимание! Время команды Республики Казахстан 21 минута 47 секунд. 21 минута 47 секунд. А вот посмотрите, у команды Китая 20 минут времени уже. 20 минут и очень-очень прекрасное время, кстати говоря. Есть все шансы даже и опередить немного Казахстан. Не будем загадывать. Давайте посмотрим, чем завершится эта гонка для команды Китайской Народной Республики. Огненная полоса сейчас проходит. Механик-водитель хорошо прошел. И остается немного отставания от казахской команды. Ровно 20 секунд. Успеют или нет, друзья мои? Я не знаю. Конечно, сейчас весь Казахстан в переживании мечтает о том, чтобы успела китайская команда. И финишная прямая. 39 секунд. 40. 41. 42. 43. 4. 5. 7. 8. Друзья мои, минута, тем не менее, запаса у команды Китая есть. Все. Да, минута у команды Китая запаса есть, потому что время общее 20 минут 59 секунд. А Казахстан 21.47. Но немного меньше минуты, тем не менее, след-след, очень рядом пришли команды. Молодцы обе команды, оба экипажа. Спасибо вам за этот заезд. Я все же считаю, что этот заезд сделал Казахстан и Китай. Прекрасно. Блестящие аплодисменты. Посмотрите на этих героев заезда. Лучшее время. Второй экипаж команды Китая в этом заезде выполняет воинское приветствие. 20 минут 59 секунд. Браво. Итак, ну что ж, давайте вернемся на трассу танкового биатлона. Зеленый танк сейчас на экранах, подходит к противотанковому рву. Огненная полоса сейчас, я слышу от судейской коллегии. Был задет один из столбов, но пока еще не точная информация, сейчас проверим. Итак, друзья мои, проходит сейчас противотанковый рву. Зеленый экипаж команды Республики Уганда в повторе. Давайте посмотрим внимательно. И вот оно за диване. Да, да, да. Отправит главный судья конкурса на штрафную площадку представителей Уганды. Вот и останавливаются прямо сейчас. И будут выполнять первый норматив контрольный осмотр машины. Ну что, вот уже после того, как остановились, прошло 10, 12, 15 секунд. Ну и еще раз повторю, около 40 секунд тратит команда. Желтый на участке скоростной. Участок, если не ошибаюсь, до 53 секунды. 53 километра в час. Сейчас лучшая скорость зафиксирована, самая максимальная у кувейской команды. Нет, уже 55 набирает механик-водитель. 56 и, быть может, наберет это 60. Ну что ж, здесь не нужно торопиться ни в коем случае. Безусловно, когда экипаж чувствует свою подготовленность, механик-водитель опытнейший, тогда да, мы ничего сказать не можем. Быть может, и у государства кувей это прекрасный механик-водитель, но, тем не менее, все же я сторонник того, чтобы команда на трассе была осторожнее, аккуратнее, дабы не допустить нарушения требований безопасности. Отработала норматив номер один команда Уганды за нарушение порядка определения обменной полосы. Отправляется сейчас противотанковый Бурлу. Итак, мы все помним, что улганская команда, первый экипаж был дисквалифицирован за грубейшее нарушение техники безопасности. Итак, перед трибуной сейчас зеленый так. Давайте с третьим поддержим аудинсментами представители Уганды. Командир-данк, лейтенант Буал Андренис, ой, я. Научек-оператор младший капрал Эльяс Муньенеза. И механик-водитель рядовой Кайянжа Гордон. Ну, а представители Кубейта убираются сейчас из брода и отправляются к Кургану. Да, будут проходить Курган. Ну, а пока мы наблюдали, что за три дня фактически танкового пиатлона нарушил порядок преодоления Кургана лишь только одна команда. Один экипаж это в прошлом заезде Ангулы. На гребенке сейчас Уганда проходит. Белый флаг поднимает. Судья на участке и не было нарушения. Ну, собственно говоря, и у Кубейта тоже нет проблем при преодолении Кургана. Сейчас глубокий поворот и выход к финишной прямой второго круга индивидуальной гонки. Остается еще одна боевая работа. Еще одна боевая стрельба по девятой мишени. Ручной противотанговый гранатомет. В исполнении наводчиков-операторов как у Уганды, так и у Кубейта. Ну, что ж, давайте посмотрим, что у нас по времени на данный момент. Кубейт 22 минуты, Уганда 31. Отстает и отстает очень серьезно. По времени, конечно, но тем не менее заезд неплохой. Вы видите, что не переваливает время, по крайней мере, за 60 минут. Хотя не будем торопиться и дождемся завершения этого заезда индивидуальной гонки. Это уже седьмой заезд, друзья мои. Седьмой заезд, да, вот так быстро летит время. Не успеем оглянуться, как начнутся уже и полуфинальные заездные эстафеты. Совсем скоро состоится тоже жеребьевка. При результате индивидуальной гонки будут отобраны 12 сильнейших команд. Которые сойдутся в борьбе за финал эстафеты. Ну, а финальный турник эстафеты – это 11 августа. Это закрытие армейских международных игр. Знаете, все время хочется назвать армейские международные игры Олимпийскими военными играми. И не побоюсь я этого слова, действительно, ведь столько стран участвует. Ведь такой накал страстей и масштаб. Вы только представьте, сколько стран принимают участников различных конкурсов во всем мире. В этом году и Иран принимает один конкурс на своей территории. Конечно же, это и Китай, уже неоднократно принимающий на своей территории различные конкурсы, в том числе и «Чистое небо», «Суворовский натиск». Много-много, конечно же, участников, много стран, много полигонов используется. Все это боевая подготовка, все это слаженность подразделений, все это, конечно же, военное международное сотрудничество, команд-участниц. И большая человеческая дружба участников всех армейских международных игр. Ну что ж, вернемся в трассу танковую пиатлону. Давайте посмотрим, чем в этот момент занимается экипаж Уганды. Зеленый танк. Так, а команда Уганды заходит на штрафную площадку. Представить выполнить норматив номер один, контрольный осмотр машины, за нарушение на одном из препятствий. Выполняет норматив, около 40 секунд на него тратят, осматривают машину, обходит весь экипаж несколько раз танк. Вот и желтый танк у нас, государство Кувейт на данный момент приближается к выполнению последней огневой задачи в индивидуальной гонке для этого экипажа. Итак, перед Касагором сейчас Кувейский танк ведет механик-водитель, уверенно, старший интерфейцер Хусейн Али Хусейн. Свой танк к следующему участку боевой стрельбы. Ну а наводчику-оператору остается лишь только подготовиться в первую очередь морально, собраться с духом, собраться с мыслями и продемонстрировать все, на что он способен в этом поединке сильнейших танкистов мира. Итак, завершает выполнение норматива номер один. В это же время и проходит первый курган команды государства Кувейт. Да, справляется. Справляется, не было допущено скатывание и, по всей видимости, не задет ни один из ограничительных столбов. Поднимает белый флаг сейчас. Арбитр на участке. Это говорит нам о том, что пока все здорово и прекрасно. Десятое препятствие на трассе индивидуальной гонке. Это эскарб. Хорошо. 46 тонн сейчас, вы посмотрите. Просто как арабский скаконку. Сдымает на дыбы и заходит на эскарб. Второй курган. Одиннадцатое препятствие сейчас. Последнее препятствие... Косогор, прошу прощения. Одиннадцатое препятствие. Второй косогор. Также хотелось бы, чтобы не было нарушения на этом. Одном из препятствий непростых в то же время. Но и пока еще не так много было нарушений. Порядка преодоления именно Косогора среди экипажа, участвующих в танковом биатлоне. Завершило выполнение норматива номер один команда Уганды. И подходит... Подходит к следующему участку введения боевой стрельбы. Итак, вот мы сейчас видим как раз-таки танк Уганды. Поворачивает и будет загружать с боеприпасов. Вы посмотрите, а Кувейта... Кувейта опережает по всем канонам. Даже несмотря на то, что стартовал последним. Будет выполнять третью огневую задачу. Даже по всей видимости быстрее, чем Уганды. Ну что, что сделаешь? Да, каждый подготовлен так, как подготовлю. Но тем не менее, это лучшие в своей стране. Лучшие в своем государстве, республике. И здесь продемонстрирует свою силу, мощь и все свои возможности. Конечно же, все тренера, весь командный состав наблюдает за выступлениями своих экипажей, наблюдает за выступлениями своих команд, делает замечания, делает пометки, записи. После чего производит анализ выполнения всех нормативов, всех боевых стрельб. И следующий год проводит активно, тренируясь и готовясь к следующему танковому биатлону. Итак, внимание, желтая мишень сейчас на экранах. Государство Кувейт докладывает сейчас в радиоэфире, готова вести боевую стрельбу. Мишень желтого цвета, стрелять будет наводчик-оператор. Мишень стеклянная, при попадании будет прекрасная и блестящая. Видно нам разлет стекол. Зеленая мишень тоже стоит, друзья мои, для команды Уганды. Итак, спаренный пулемет, калибр 7,62 мм, 15 боеприпасов и хватит ли их для того, чтобы поразить мишень. Команда Кувейта пока не удается. Идет стрельба, мы слышим, как строкочет пулемет спаренный. Итак, пока нет попадания. Пока нет попадания, завершает стрельбу по девятой мишени. Желтый танк, штрафной круг, друзья, штрафной круг у команды Кувейта. Наводчик-оператор немного не справился с волнением. Аль Агаибе Бахайшанг вел стрельбу по мишени ручной противотанковый гранатомет. Сейчас зеленая мишень на экранах. Прекрасно видно мишень. И ждет сейчас судья и тренер команды Уганды доклада о готовности к введению боевой стрельбы. Загрузка боеприпасов произведена. 15 боеприпасов. 5 с рассеивающими пулями. Итак, внимание. Пуле. Идет пояс мишени. Идет пояс мишени, пока не удается обнаружить и найти ее на данный момент. Время Уганды 38 минут 10 секунд. А Кувейт отправляется по скоростному участку. Заходит сейчас на штрафной круг команда Кувейта. Но всего лишь 500 метров. И можно будет дальше мчаться по скоростному участку, развивая максимальную скорость возможную на танке Т-72Б3. Тем более знаем мы, что уж наш штанг умеет делать это как следует. Внимание, продолжается боевая стрельба. Слышно сейчас, как вновь строкочет пулемет. Здесь, конечно же, нужно еще и правильно распределить все боеприпасы, которые выдаются на стрельбу. Короткими очередями, осторожно, внимательно прицеливаясь в мишень. Отправлять и отправлять снаряды. Но пока этого не удается наводчику-оператору Уганды. И, по всей видимости, боеприпасы не бесконечны и заканчиваются. Заканчиваются боеприпасы. Что, сейчас мы дождемся доклада о завершении стрельбы. Да, доклад прошел. Вот он сдает задним ходом сейчас танк Т-72Б3. И получает также штрафную площадку команда Уганды. Еще 500 метров. В это время прошел штрафную площадку. Не штрафную площадку, прошу прощения, друзья. Штрафной круг. Прошел штрафной круг сейчас. Танк государства Кувейт выходит на прямолинейный участок. Осталось совсем немного. Четыре препятствия. И финиш. Держаться, держаться до последнего и показать свой личный результат, свой личный рекорд. Скорость 53 километра в час. Сейчас набирает и набирает ее все больше и больше механик-водитель Кувейта. 57 уже. 57 на спидометре. Хорошая скорость. Мы видим сейчас прекрасно прямо перед нами паранойс танк желтого цвета. Т-72Б3. Основной танк сухопутных войск Российской Федерации. Модернизированная версия знаменитого на всю планету. Т-72 Урал. Итак, 59, 60 километров. Была скорость набрана на этом прямом участке. Друзья мои, ну а в это время команда Уганды проигнорировала команду зайти на штрафной круг. Но, честно сказать, сомневаюсь в проблемах со связью. На вечер радиостанция Р-168-25У установленная в танках Т-72Б3. Но здесь только какие-то проблемы, может быть, недоговоренность с этой экипажей и со своим старшим тренером. Поэтому сейчас будут заводить на штрафной круг. По крайней мере, уж должны заехать-то. Послушать своего руководителя, своего начальника и зайти на штрафной круг. Смотрите-ка, друзья мои, по всей видимости, да, заходят. Да, заходят. И два круга еще предстоит пройти команде государства Уганда. А в это время на экранах у нас команда Кувейта завершает свое выступление в этом заезде индивидуальной гонки танкового биатлона. Ну что ж, подводя итог седьмого заезда, безусловно, как я уже и сказал, этот заезд сделал Казахстан и Китай. Два сильнейших экипажа и, в принципе, сильнейшие танкисты мира, по крайней мере, по результатам прошлого года. В тройке лидеров Россия, Китай и Казахстан. И все мы помним, какая была упорнейшая напряженная борьба. И в прошлом году, друзья мои, все уже, казалось бы, вот-вот Китай на втором месте. Но все же получилось так, что Казахстан вырвал победу фактически уже из рук Китайской Народной Республики. Но это соревнования, да, так бывает. Не будем загадывать, посмотрим, что будет в этом году. И уже совсем скоро, 11 августа, будем наблюдать финал танкового биатлона. Внимание на экраны, давайте посмотрим, финишировать будет сейчас желтый танк государства Кувейт. Еще раз напомню, командир танка старший унтер-офицер Сауд Аль-Бавар. Зиноводчик-оператор, унтер-офицер Бахайшан Аль-Угаиби. И механик-водитель старший унтер-офицер Хусейн Али-Хусейн. Друзья мои, я прошу всех поддержать аплодисментами. Команда Кувейта сделала все, что смогла, постаралась, выложилась на полную катушку. И, тем не менее, показала свой личный рекорд для своей команды, для своей страны. Поэтому винить никого не стоит. Все уже сделано, все уже отработано, время не лучшее. Но и давайте скажем честно, время-то не худшее и далеко совсем не худшее. 33.58, 34 минуты с небольшим будет финишировать желтый танк команды Кувейта. Браво, аплодисменты, молодцы. Молодцы, и здесь ничего другого не скажут. Причем, друзья мои, открою небольшую тайну. Команда Кувейта сделала, что Кувейт самому младшему в этом экипаже. Наводчику-оператору 39 лет. Командиру 42, механику-водителю 43. Многие уже на пенсию в это время выходят. А эти парни участвуют в мировых соревнованиях танковых в Биатло. Ну что ж, время 3-4 минуты 15 секунд. Безусловно, могут быть какие-то поправки по времени после завершения судейской коллегии. Все судьи выдвигаются на рубеже в поднятии мишени, осматривают мишени, фотографируют мишени. После этого все обсуждается на судейской коллегии после завершения заездов танкового биатлона дня. Ну, это еще не крайний заезд, друзья. Сегодня нас с вами ждет восьмой заезд. И все мы с удовольствием будем наблюдать за работой республики Индия, Азербайджанской республики, республики Зимбабве. И впервые участвующие в этом году в танковом биатлоне команды Южноафриканской республики. Что ж, вот и Уганда финиширует. Вот и Уганда финиширует. Ну, опять-таки, что можно сказать о втором экипаже Уганды. Первый, все мы помним, буквально вчера был дисквалифицирован. Точнее, в том, вчера, вот мы с первых заездов танкового биатлона за грубое нарушение. За грубое нарушение требований безопасности. Вот, ну, а эта команда, этот экипаж выступает и с временем 45 минут. Тоже не худшее время. Механик-водитель сейчас ведет свой танк к финишу. Аккуратно, осторожно и уже не торопясь. Да, по всей видимости, торопиться сейчас не нужно. Взбирается на курган 7 метров. Его высота, длина практически 60 метров. Тоже есть штрафные санкции за преодоление этого препятствия. Нельзя задеть штрафных ограничительных столбов, скатиться назад. Ну, по крайней мере, справляется механик-водитель Уганды. Третье препятствие, вы видите, для удобства в этом году организаторы танкового биатлона управления боевой подготовки сухопутных войск разместило у каждого препятствия большой-большой баннер с его номером. Безусловно, это импровизированные номера здесь, на трассе. У каждого препятствия есть свой номер в курсе вождения. Но не будем окунаться в курс вождения, а посмотрим на те номера, которые представлены здесь. Для удобства, для зрителей, в первую очередь, для гостей полигона Алабина, для всех друзей, для всех любителей большого военного спорта. Танковый биатлон! И да, друзья мои, достоинство, эта команда Уганды завершает преодоление индивидуальной гонки вторым экипажем. Осталось совсем немного. Осталось, знаете, нам встретить эту команду аплодисментами, сказать огромное спасибо за выступление в танковом биатлоне. Огромное спасибо за то, что все же собрались с мыслями, с духом. Выступили, сделали все, что смогли. Отработали так, как смогли. Нет предела совершенства тренировки, еще раз тренировки. Я уверен, что в следующем году команда Уганды... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok